Книга «Открытым оком. Тема коммунизм. Вопросы 2721. Продолжение. В книге «Для слова Божия нет уст» на странице 199 говорится, что вам в обвинении оставился некий материал Мария Емлампиевна. Что это такое и где он сейчас находится? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Продолжение. Мы пошли. Правда, деревни прошли. Тут не деревня, а поселок. Кулаки там жили и городьба. Мы перелезли через горы. А тут две дорожки очутились. Вправо и влево за городьбой. И мостик тут. Он сказывал про мостик. А я, так смотрю, мостик. Посадила их. Вы тут сидите, а я одна схожу. Сперва недалеко. Куда эта дорожка ведет? Может, по дрова. А темно. Пошли мы часов в 12 ночи, чтобы никто не видал. Шла, шла с километр дорожка в лес. Вся разошлась. Нету полянка. Обратно вернулась другая дорожка тут. Я и говорю. Наверное, эта дорожка правильная. Давайте пойдем по этой дорожкой. Пошли этой дорожкой. Шли, шли. Километра два прошли. Что-то нет. Никаких заимок. Обратно вернулись. И вот такие колодины по дороге. Сантиметров по 60. То ли-то я вот так перетаскивал за ручонку. Возьму его, да перетаскиваю. Он пешком шел. А трава с петрового дня, она вот такая вышена. Да мокрая вся. Да холодная. Все мы мокрые. Вымокли. Назад-то вернулись. В лес ушла дорожка-то. Нету ее. Обратно вернулись. Опять до городьбы. Что делать-то теперь? Паша мне говорит. Так вот нету. Зашли в один дом. Постучались. Скажите, пожалуйста, где от развилки дорога? Хозяин вышел. Вон, иди туда. По эту сторону влево. А Паша-то показывал вправо. Когда через горы перелазить, там рожь. Рожью дорожка. Там лес посередке просечено лысина топором. Это сделано, чтобы не заблудиться. Пошли и правда. Километра полтора только прошли. Слышим, собаки лают. Ну, слава богу, пришли. Солнышко уже всходит. Блудили все, халили. Вижу, корову дует. Женщину в рот. Я ей говорю. Гражданочка, к вам можно зайти, высушиться. Смотри, все мокрые. Одна говорит. Заходите, заходите. Раздевай их. А солнышко-то уж выглянуло. Я их раздела. Все, выжила с них. Голых их по маечке одела. А это все повесила сушить и с себя тоже. А она как раз подоила корову. Бежит и говорит. А у них послана через всю комнату потники, шубеные одеяла. Ложитесь все. Легли, я думаю. Отдохну хоть маленечко. Потом встанем, пойдем. А то кто-нибудь увидит комендатура. Ну, легли. И как уснули, так до десяти часов. Я не помню, как и уснула. Намерзлась, встали. Она налила нам простокваши. Хлеб нарезала. Солитесь, ешьте. Скажите, пожалуйста, где тут в локте переправляет женщина, чтоб нам комендатуру-то не видать? Он говорит. Вот идите туда. Тележная дорожка пойдет километра три. И там она переплавит. И правда, мы так пошли. В лодке женщина переправляет. Ну, думаю, она за деньги переплавит нас, как там. А бакчар там широкий. На той стороне женщина. Я говорю. Гражданочка, переплавите, пожалуйста, сюда. Она переплыла. Садитесь. Говорю. У нас заплатить нечем. Вы нас переплавите так или нет? Думаю, у меня восемь рублей. Кто его знает, как я поплыву на пароходе или где? Говорю. У меня денег только вот восемь рублей. Она говорит. Садитесь. Я так вас переплавлю. Переплавила. Я ей спасибо сказала. Пошли мы тогда. Одну деревню прошли. Никто ничего не сказал. Вторую деревню прошли. А бакчар-то еще не дошли, где 20 километров. В другой стороной идем. Идет мужчина. Тут уже до бачкара последняя деревня осталась. Говорю. Гражданин. Скажите, пожалуйста, где нам пройти бакчар, чтобы за дами, чтобы нас комендатура не видала. Тут комендатур много. А то нас поймают. Он говорит. Вот полкилометра не дойдете до бачкара, и влево будет дорога, мостик, горочка. И тут идите этой дорогой большой. С этой своротите. Это тоже большая тележная дорога. Мы подошли. Правда, горочка, мостик и дорога большая. Мы свернули, пошли, шли, шли. А там через полтора километра от бакчар Самодуровка, деревня. Шли, шли по этой дороге. Километра четыре прошли. Думаю, что же то. То ли в лес идем. Ничего не видать. И деревни не видать нигде. Тут косят женщины, мужчины. Я подошла к ним. Скажите, пожалуйста, далеко ли еще Самодуровка? А куда ты идешь? В Самодуровку-то разве здесь? В лес эта дорога. Дальше в тайгу. А как в Самодуровку? В Самодуровку надо через бачкар идти. Больше тут нигде не пройдешь. Согра, лес, Согра. Кочки большие, вода. Я говорю, ладно. Вернитесь обратно. Это же в лес дорога. Мы обратно вернулись. Солнышко закатывается. И подошли к воротам. Никого нет и охраны. В первую избушку попросились. Говорит. Нет у меня сын коммуниз. Нам часто... К нам часто просятся кулаки. Кулаки. Видит, что я... В шубуришке таком. Одна нитка шерстяная, другая холшовая. Ободранные. Ребятишки-то такие. Я к другому краю. В другую избу попросилась. Там тоже говорит. У меня взять на пашне, на покосе. Косит сено. Он у меня партейный. Не пустит. Я-то пустила один раз. А он меня из избы выгнал. Я уж хитрить начала. Я говорю. У меня мужик был в седломе. Письмо мне прислал. Приходи как-нибудь. А у меня ни денег, ничего, чтобы мне ехать. Пошла. День и ночь иду. Пустите, пожалуйста, ночевать. Нет, говорит. Я боюсь. Все равно видит ты какая. Увидит, что кулачка. А документы есть у тебя? Есть, говорю. А какие документы? Нет у меня. Мужик-то у меня дома на поселке. А сама она стонет. Ой, ой, ой. Я говорю. Чего вы стонете? Да у меня сильно живот болит. Надорвалась. Я говорю. А я умею править. Давайте я вам поправлю живот. Ну, давай поправь. Я мало как могу. Поправила ей живот. Она тогда. Ну, ладно. Садись. Нам предложила простоквашу. Налила хлеб. Нам нарезала. Говорит. Если положу я вас, то только в сенке. В холодной. Я говорю. Ладно. И то хорошо. Лишь бы комары не кусали. Легли мы. Стемнялось. Только слышу. Тру. Приехали взять ее и дочь. А мы под ногами как раз лежим. Кто это опять у тебя? Опять подепустила кулаков. Она говорит. Да, кулаки. Мужик ей прислал документы. Его освободили. Она уже идет вольная. Пускай ночует тут. Он говорит. Смотри, вольная ли. А то опять меня потащат в сельсовет. Вольная, вольная. Она сказала, что вольная. Документы у нее есть. Думаю, что сейчас потребует документы. И ночью выгонит. Ну, ладно. Он прошел. Ничего не сказал. Он сказал ей. Утром. Как только светать будет. Разбуди ее. Пускай идет. Ну, а мне это и надо. Я ей это и сказала. Бабушка. Ты меня разбуди пораньше. Что как светло будет светать. Чтобы меня не видал. Шибко народ-то. Утром светать встала. Она дергает. Вставай. Вставай, гражданка. Вступайте. Тут уж я и не говорю. Что документы есть или нет. Бабушка. Где за дамей можно пройти. Чтобы не на комендатуру. Комендатуру. У тех ворот комендатура. Да их там стоят четверо. Я говорю. А где же мне пройти за дамей. Тут можно через гору перелезешь. А тут согра березник. Но пройдите может как-нибудь. Пройдете может как-нибудь. Где вода. Где нету. Говорю. Ладно. Пройдем. Она взяла меня на руки. У меня Толю. И пошли. Пошла она с нами. И дошли до горы. Перешли поперек. Перелезли. Она и говорит. Идите вон туда. Метров пять. В березник. Когда деревню всю прошли. Я смотрю. Сквозь березник. Стоят четверо. Ворот с ружьями. Вот прошли мы еще дальше туда. Согрой уже дневать стало. Гляжу. Тут большая дорога. Широкая. Вышли на дорогу. Их там не видать. Прошли километра полтора. Рожь перепаханная. И дальше некуда пойти. Нет дороги. Я говорю. О. Это не в Самодуровку дорога. Обратно пошли. И только стало чуть тихо видать. Назад маленько. Думаю. Где нибудь туда наверное дорога поперек. Опять пошли по траве. И смотрю. Двое ребятишек. Едут на конях. Верхами. Небольшие. Я и спросила. Когда они рядом с нами оказались. Мальчики. Где в Самодуровку дорога? А вон говорит в Самодуровку дорога. Указали. Тут недалеко от нее. Мы дошли до дороги. И пошли в Самодуровку. Пришли. Где тут вордотер. Дорога. А у меня мужик то ветеринаром конным был. Он в район то ездил туда. Он уж тут деревню знал. И сказал. Что за Самодуровкой будет вордотер. Я спросила. А где на вордотер дорога? А вон тут вордотер дорога. Иди прямо туда. Тут 8 километров. Мы пошли туда. А у меня Толя не может пойти то. Сядет на дорогу. Ножки болят. И все. Я его водила лесом. Он у меня мокрый был. Да через колоды лазили. У него ножки то наверное устали. Че. Пятый год не идет. Сядет на дорогу. Пыль. Тепло. Сидит прямо. Смаху. В пыль то. Так она его и всего обоймет. Не пойду. Я уж всяко возьму прутик. Солись на коня. А вот другой прутик. Погоняй другим. Девчонки. Бегите вперед. А он вас будет догонять. Посмотри. Вон старухи. Бегут вперед тебя. А ты на коне мужик не идешь. Он тогда подстегнет своего коня прутиком. Да бегом. Я старух твоих догоню. Бежал вот так помаленьку. Да так. Да вон до дерда. И дошли. Там уже не мог идти. Сел на руках. Уже тащил его до вордотера. Дошли. Как раз был обед. В третий дом зашли. Старик со старухой жили. Я говорю. Бабушка. Можно у вас отдохнуть? Мы устали. А тут кулаки бежали. Много всяких разных через них. Старик говорит. Садитесь. Поешьте. Нам молока. Простокваша налила. Хлеба своего дала. Ты свой береги хлеб-то. И шо тебе пригодится. А у них хлеб почему-то весь оржаной был. У всех был хороший. А этот белый хлеб. Нарезала нам. Наелись. Ложитесь. Отдыхайте. Я легла. Маленько отдохнули. И мы пошли. Она говорит. Тут деревня будет Антоновка. Она с полкилометра будет в сторону. Дальше Ивановка. Там два километра. И вы дойдете. Зачем вам в Антоновку захарить? Может дойдете до вечера туда помаленьку? А мне же надо на руках нести Толика. Ну и пошли. Надо было зайти в Антоновку. А мы не зашли в нее. Только прошли мы Антионовку. И тут как-то дорога колесом как коромысло. И оттуда метров двести. Смотрим. Выехали оттуда из-за околицы на бричке две лошади. А сзади идет комендант на тележке. А народу человек двадцать. Идут пешком. Целая бричка накладена калаушев. Мешков. Поймал комендант. Это они изловили беглецов таких как я беглец. Это они изловили беглецов таких как я беглец. Я думаю что делать? А мне что Паша рассказывал. Что какую-то женщину с детьми поймали. А она села на дорогу и говорит. Не пойду никуда. Хоть убивай меня. Хоть ты что мне сделай. Не пойду. Он говорит. Плюнул на нее. Да и уехал. А если тебя поймает. То ты садись и сиди на дороге. Так он мне наказывал. Он ездил везде. Как так слышал. Придет и смеется. Как раз вышли мы. Если бы тут было близко лес. Мы бы добежали в лес. Или в рожь забежали бы. А то ничего нет. С полкилометра туда и сюда чисто поле. Только травы по колено будет. И все. Ну думаю что делать. Вижу что они остановились. Комендант слез. И вперед брички. Ехал то он сзади. А тут он зашел. Весь народ стоят возле брички. А он зашел вперед. И нога держит вот так. Рукой то вперед. На нас. Чтобы мы куда не пойдем. Видно стрелять. Чтобы. Смотрел. Все. Попались. Теперь мы. И говорю. Говорю. Валю с Шурой. Возьмите за руку. Друг за дружку. Ей уж был десятый год. А Шуре восьмой год был. То ли пятый был год. Возьмитесь. А я то ли унесу на руках. Возьмитесь за руки. Если будут останавливать. Что то говорить. То вы идите. Отворотите. Маленько. От коменданта. А он видишь стоит. Вы идите. И не разговаривайте. И я от вас отворачиваю. И пройду. Может пройдем. Может быть пройдем. Ну вот. Дошли. Они у меня вперед. Отворотили. И идут. Он поглядел на них. Ничего не сказал. И я подхожу. И тоже отворотила. Вбок и иду. Он говорит. Стой гражданка. Я говорю. Что мне стоять. Мне некогда стоять. Как некогда стоять. Я сказал. Стой. Ты чего хочешь. Стой. Я остановился. И говорю. Что вам надо. Давай детей мне в тележку сади. И колаушь. Свои клади навречку. А сама иди пешком. С этими людьми. Куда идти. Домой обратно на поселок. Откуда ты идешь. А почем ты знаешь. Откуда я иду. С какого поселка. Да я вижу тебя. Ты чего мне голода-то закрываешь. Я же вижу кто ты. Чего ты. Говори ты шо. Вольные-то не ходили такие ободранные. А тут узелочками связана юбка. Шо. 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 Бурешки. И дети такие. Садись тебе говорят. Сади детей. Садите детей. И за руку. Никуда не пойду. Не тебе разве говорю. Я тебе сказал гражданка. Сади детей. Идите. Я говорю. Вы меня не шевелите. Куда я иду. Туда я иду. Куда ты идешь. Домой. Че уж. Он разве не видит меня. Так и говорю. Домой. А почему идешь домой. Говорю. Разве вы не знаете. Почему я иду домой. Сколько хлеба даете. А денег не копейки. Ты видишь какая я. Ведь мне стыдно. Тело видать уже. И ниоткуда не копейки. Я сказал солитесь. Садите детей. А я говорю. А я не хочу слушать. А я тебе че сказал. Садись. Вот эдак сказал. Садись. Тогда я ребятишкам. Садитесь на землю. На дороге. А они сели. И я села. То ли на коленке мне сел. А эти возле меня сели. Он говорит. Ты что села. Я говорю. Гражданин комендант. Вы сказали. Что садись. Я и села. Я тебе сказал. Что сади детей. А ты тут сел на землю. Ты что смеешься. Нет. Я над вами нисколько не смеюсь. А вы как сказали. Так я и сделала. Пожалуйста. Не трогайте меня. А ты пожалуйста. Не задерживай меня. Солнышко высоко. Уже поздно. А мне надо еще. В Бачкар. Сегодня уехать. Через Вардадер. И обратно надо засветло явиться туда. А ты меня задерживаешь. Я вас нисколько не задерживаю. Пожалуйста. Иезжайте. Гражданин комендант. Но мне же тебя нельзя оставить. А я что без тебя не знаю дорогу. Не хочешь садиться. Говорю. Нет. Пошлю охранника сюда. И он тебя тут три дня продержит. И хлеба тебе и ничего не будет. И комары тебя заедят. Ну и пусть едят. Все равно умирать то. Хоть там комары съедят. На поселке без хлеба живем. Как попало по три дня не ели хлеба. Ведь по три дня едим травы. Все равно уж умирать. Так пускай уж едят комары. Вот я возьму вас. Да пристрелю. Я говорю. Хорошо гражданин комендант. Только первое детей перестреляй. Тогда меня. Чтоб я знал. Что никого у нас нет. А сама не плачу. Так с ним спорю. Говорю. Детей перестреляй. А тогда меня. А он говорит. Гражданка. Если бы у нас было такое распоряжение. Что вас стрелять. То мы бы всех вас давно перестреляли. Чем смотреть как вы мучаетесь. Как бежите. Да ведь. Да все ведь вы уж убежали оттуда. И куда попало разбежались. Смотри. Сколько понаехало сначала. А теперь никого уже нет. Там мало совсем. Мы вас перестреляли бы. Да нет у нас такого права. Чтобы стрелять. Но только обратно вращать. Давай я тебе говорю. Садись. Нет. Не будем садиться. Давайте. Берите детей. Садите. Сумку с нее берите. С меня сумку один начал сдергивать. Ну. Он же их заставляет. Эти же кулаки сдергивают. Я говорю. Не трогай сумку. Это на последние деньги купила хлеб. А ты у меня хочешь отобрать. Не трогай. А я у тебя не отбираю. Только навоз хотел положить. Я говорю. Не трогай. Давай. Детей садите. Они меня поймали за ноги. Вот так. За обе. Да обе девчонки. И Толя. Заревели ревом. Я говорю. Не трогайте детей. Не пугайте. Один сует им конфеты. На. Девочкам конфеты. Давайте. Садитесь в телегу. Они берут конфеты у коменданта. Да. Скорее. Их рот в карманы закладывают. Смеется. А сами голодные. И опять за меня. А. Ну. Ладно. Садите их вместе. В телегу мою. И ее. А теперь они вот так сзади взяли меня. За эти места. Один. А другой за ноги. Коменданта один. А это кулаки же. Которых он гонит. Мужики. Их взял девчонок. А я одну ногу так. Как вырву. Да как. Пуну ему прямо в брюхо. Он бросил. Она пинается ногой-то. Бросил мои ноги-то. И тот бросил. Она пинается. Ну посидели-посидели. Он тогда. Гражданка. Ну что ты. Я же опоздаю. Мне же будет за это. Давай не задерживай меня. Я говорю. Гражданин комендант. Я не держу тебя. Давай вступай. Он говорит. Давайте берите ее хорошенько. Чтобы всех садить ко мне в телегу. Вот тогда уж один взял меня крепко за ноги. И уж не вырваться мне никуда. А другой под пазухи взял. И девчонок взял всех вместе. Они у меня за ноги-то держатся. И как гнездо куриное. И положили. Посадили всех на тележку к нему. Посадили на задок. Валю тоже. Шурук Валя на коленке. А Толю ко мне. А сам сел к кучеру. У него кучер. С кучером на беседку сел. Ну и поехали. Сумку на телегу. На телеге положили. От меня поврось. Вот поехали. Едем. Молчим. Ничего не говорим. И он ничего не говорит. И я ничего не говорю. Километра два наверное. Проехали. Он обернулся на меня. Посмотрел. Да и рассмеялся. Гражданка. Вот ведь ты противилась. Думала что я тебя оставлю тут. Да никогда бы не оставил. Все равно же ведь поехала. А ты меня продержала. Смотри-ка. Ведь мне надо ехать в Бачкар. В Бакчар. Засветло. А теперь как я поеду туда. Я ведь тоже на посту. Мне ведь тоже сколько часов дано. Я бы везде был. А ты меня продержала. Я говорю. Гражданин комендант. Я же вас не держал. Я говорила же езжайте езжайте. Почему вы сейчас на меня вину возлагаете. Ну вот ты думала что тебя оставил. Было так если бы я один ехал. Я бы не остановился с тобой. И проехал бы. И все. Вижу какие уж дети. И мать то плачет. Плачет. Я сижу заплакала. Он продолжает. Уже 20 человек у меня. Они скажут что. Они скажут. Они донесут на меня. Скажут что. Он кого хочет садит. Берет с собой. А кого хочет оставляет. И никак нельзя было оставить тебя. А ты вот противилась. Расскажи. На каком поселке живешь. Или жила. Я рассказала. А муж есть. И тогда я начала ему врать. Так же как той бабке это врала. Что у меня документы есть. Думаю что будет то и будь. Говорю. У меня мужик был в седлоне. А теперь он отбыл. Сколько ему там лет давали. Отбыл и прислал мне письмо. Что уходи. Он теперь дома. Меня же за него ссылали. Давай уходи. А с моей стороны никто. Не были сосланы по отцовой. Он говорит. Документы какие прислал. Я говорю. Письмо чтобы уходить. А у меня денег нет. Ты знаешь сам хорошо. Сколько дают. Замираем мы. Хорошо. Он говорит. Я знаю сколько денег дают. Если у тебя мужик освободился. Ты сразу пиши. Чтобы он за тобой сразу ехал. А если не на что ехать у него. Пускай документы тебе вышли. Я это время сейчас туда к вам приеду. И скажу. Чтобы они тебе давали полный паек. Хоть килограмм 16. И на детей дают полный паек. Что она теперь вольная. Что мужик у нее освободился. И ты поезжай сейчас в свой поселок. И скажи так. С этим письмом приди туда. В комендатуру. И я приеду. И чтобы тебе полный паек давали пока до него. А он пришлет документы. Что он вольный. И чтобы тебя сюда проводили. Я говорю. Пришлет. А про себя думаю. Ведь я вру. И говорю. Ну ладно. Хорошо. Я тогда так и сделаю. Не пойдешь больше? Ладно. Я тогда буду ждать письмо от мужика. Или документы. Или что будет. А вы приедете правда. Чтобы мне полный паек давали. Он говорит. Конечно приеду. Комендатуру вашу спрошу. Ну хорошо. Ты теперь не побежишь. Так нет. Теперь зачем. Меня некому было наставить. А вы раз такое наставление даете. То я послушаюсь вас. Никуда не пойду больше. Ну вот. Заехали в эту деревню. Где мы простокишу ели. Отдыхали. Я и говорю. Мы тут простокишу ели. Какие славные люди. И хлеба дали. И каши накормили. Отдыхали. Мне сейчас. Простите. Ну вот. Заехали в эту деревню. Где мы простокишу ели. Отдыхали. Я и говорю. Мы тут простокишу ели. Такие славные люди. И хлеба дали. И каши накормили. Отдыхали. Мне сейчас можно будет к ним сходить. Простокиши накормить ребятишек. И хлеба может дадут Он говорит, можно, детей надо кормить И тут недалеко Паскотина с полкилометра А избушку это видать с паскотины Он и говорит Их оставлю тут у паскотины Тут трава есть, коня Пускай выпрыгут и накажу им Тут у них старший, который ездил На бричке, он туда-то на базар ездил Вольный Он ему передает Я поеду в Бакчар Я и так туда опоздал А уж время солнышку закатываться А ты, говорит, сходи, ребятишка накорми Детей надо кормить Доехали туда Он переписал всех Их 20 человек, и нас четверо Всех 24 человека Он и говорит Если какой один человек убежит То 4 дня тебе подвал копать За одного человека Это наказывает вольному Ну, думаю, нас четверо достанется много копать Че же делать? Как же сделать? Как убежать от него? Комендант садится на тележку На свою Он от нас метров 15 А я говорю этому, кому он передал нас Я сейчас пойду Ребятишек накормлю Вот тут, в третий домик Видать его отсюда Мы тут простокишу ели И хлебом нас накормили Я пойду и ребятишек накормлю ужином Он говорит Ты иди одна Принеси сюда простокишу хлеба И здесь их накорми А детей не трогай отсюда Я говорю Да кого они здесь наедятся? То комары, то че? А я тебя не пущу Я стала сумку брать с телеги А он не дает Сумку не бери Вступай одна Я говорю коменданту Гражданин комендант Он же меня Вот вы говорили Свойди ребятишек А он меня не пускает А он то ли уж так ему Господь сказал Пускай она сводит детей накормит Детей нужно кормить Я говорю Вы слышите, что он говорит? Пускай сводит А не сходит А он Нет, не пойдешь Сумку стала брать А он Сумку ты не бери Там тебя накормят Я говорю Да хлеба то ли дадут То ли нет А без хлеба Как мы будем есть? Он Я сказал не пойдешь Не возьмешь сумку Я опять закричал Гражданин комендант Он же меня не пускает Он опять крикнул Пускай сводит детей Я тогда сумку вырвала у него И говорю Тогда нечего с тобой разговаривать Раз комендант говорит Я пойду Дошли А он кричит мне след Где ты будешь? В каком доме? Я говорю Вон в том В третьем домике буду И не больше Как комендант вам сказал Два часа детей накормите А я час только пробуду Если меня через час не будет Вот я в третьем домике буду Может полтора часа От вас видать Когда пошли мы То часовые у ворот тут у них Их видать От паскотины Зашли к ним Над крышей Оставила детей Сама забежала В избу Бабушка Пожалуйста Скажи мне Где за даме убежать Чтоб не дорога Нас ведь поймали Мы которые у вас ели До обеда отдыхали Поймали нас Обратно везут Куда я с детьми? Как я теперь? Где за даме убежать? Расскажите пожалуйста мне Девочка у них лет 12 была Тут же не жила В гости пришла к ним Она говорит Девочки Ведите вон Через огород И сагру Там километра два Сагра Где вода Где нет Дорожка там есть Пройдете Девочка одна взяла Толю на руки Пойдемте Говорит И пошли Через огород Через огород Перешли А там гора Высокая Большая Вот на эту гору Надо подниматься Там дорога Туда идет Откуда мы вернулись На гору залезли И девочки тогда говорят А уж стемнялось Что если они тебя будут искать То что мы скажем Где были Как бы вас они не спрашивали Вы говорите Что коровы у вас нет Коровы искали Правильно Мы скажем Что коровы искали Пойдем И пошли Девочки домой На дорогу В сагру то не пошли А на дорогу домой пошли А мы пошли туда Дорогой Свой путь Ну вот шли Шли Вдруг едут на брички Народу много Бричка с покосу Я и говорю Ой Увидели нас наверное Ну думаю Что если не побегут Нас искать Он же побежит искать Как же ему Не охота будет Столько копать Канавы Проехали они только Мы еще немножко пошли Смотрю Другие едут Тоже целая бричка народа Проехала Я тогда и говорю Давайте девчонки в сторону Сейчас наверное Побегут эти Их спросят Не видали ли вы там Вот таких то С детям то Женщину скажут Зашли в сторону Лежали Лежали Смотрим еще Бричка едет с народом Поют песни Проехали Мы лежали Лежали Один сидел Свистнул И идет обратно Сел на телегу И тот который Тоже вперед ушел Тоже свистнул И идет обратно Тут уже я все поняла Что меня ищут Поехали они Постояли еще немного И поехали Шагом потихонечку поехали Они так и ехали потихоньку Чтоб услышать Слышно было Стук 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 Потом далеко Уж слышно стук Думаю уехали Еще немного посидели Минут 5 Как не слышно Как не стало Слышно стуку Надо встать С этого места Уйти Они же знают Что там В ту сторону А то они приедут И сразу кинутся Сюда искать Разбудила И говорю Пойдемте В ту сторону В лес Подняла их Вышла на дорогу Гляжу Никого нигде Не видать Стук Не слышно Говорю Пойдемте Идем по дороге И думаю Когда увижу их Тогда опять Куда нибудь Забегу Улыбается Вот шли Шли по дороге Лес кончился Там чисто место Они на горе Расклали огонь Ко не выпрыгли И как раз Напротив фонтоновки Сидят у огня И не разговаривают Ничего Может разговаривают Помаленьку Не слышно А я не вижу Что огонь там Иду Потупилась И иду И только метров За 10 Не дошла С горы Светит огонь У них Освещает Ночь темно Темно Освещает А я метров 10 Только не дошла До горы В темноте И как взгляну Светло Что-то поступилось Так задумалась Взглянула Кожу Как с меня И ободрала Говорю Все Наткнулась Сама Как же теперь Лес то далеко От того уже ушли С полкилометра И от того Даже с километра Далеко И сюда далеко Ну думаю Попалась Что же делать Встаю Что будет То и будет Свернем Может они Нас и не увидят Да и в темноте Мы пока Нас светло Не вышли Где не светит Где темно Темень Туда и свернули В траву А трава Это небольшая По колено Отошли В траву Метров 15 Отошли От дороги Дальше Отойдем Думаю Как бы они Не увидели Давайте Ложимся Тут Посадила Положила Их тут Всех И сама Присела И как Прилегла В траву Залито Руда Их Закладываю Травой Чтобы не видать Что черная Одежда Чтобы Зеленая Была Как куропатка Будто Трава На них И Себя Маленько Закидываю А туда Погляжу Они сидят Метров 50 Будет Как не дошла До них Кто их знает Усмехается И не слышно Что они там Разговаривают Или нет А только Видно Что Мужчины Кони За телегу Привязаны Вот сидим Все Поглядываю Потом Легла Сама И уснула Не помню Как Все спят А проснулась Светает Не шибко Светло Но светает Маленько Огонь Не горит Там И они Запрягают Коней И молчат Ни стуку Ни грому Нету Запрягали Коней Сели на телегу Так же Один По середовке В белой рубахе А другой Сидит Правит Сзади Сидит Проехали Пять шагом Не разговаривают Ничего По сторонам Не глядят Я гляжу Глядят ли на нас Нет Вперед Смотрят Думают Я там И сижу Где забежала Наверное Там то уж Наверное Они просмотрели Когда подъехали Поехали Гляжу Вот уже В лес Заехали Туда Полкилометра От нас В лес Я оттуда шла Минут 10 Еще прошло Полежали Ну Давайте Вставайте Пойдемте Вдруг Будут искать И вот Встала на ноги И думаю Вот сюда Пойти Где они Стояли с конями Прямо Тут с полкилометра До деревни Антоновки Вдруг тут Человек Еще остался Боюсь Или оттуда Увидят На дороге Если выйду Если отсюда Пойти Туда Она вот так Вот Как дугой Загнулась Это Согра Лес Кедрач Какой попало Лес И туда До деревни Колесом Колесом И в деревню Воткнулась В Антоновку А туда Далеко С километра Надо идти Прямо влево Антоновка Остается Стояла Стояла Думаю Что же делать Куда пойти Где теперь идем Буду Бога просить И говорю Господи Если ты есть То прикрой меня Своей святой Ризой Не ради меня Ради детей моих Я то грешница Они то нет Матушка Пресвятая Богородица Прикрой меня Своего сына Риза Иисуса И Христа Чтоб меня Не видали Эти злые люди Большие Больше Вот так Стою И думаю Опять Куда пойти Не знаю Говорю Господи Укажи мне Куда мне Первый шаг Шагнуть Стою Как вкопанная Не знаю Куда пойти Думаю Сюда пойти Может увидят И сюда пойти Боюсь И сюда Думаю Вдруг Они вернутся Километра К лесу Скажут Вот они Идут К лесу И вот Первый шаг Как шагнуло К лесу Как кто Меня толкнул Давайте За мной Они пошли Толика Взяла на руки Трава Большая Он заплетается И пошли А сумка Сзади Пошли До лесу Дошли И когда В лес Немного Зашли Никого Не видать Хорошо Тут мне Сразу Весело Стало Прошли Лесом Так Вокруг Шли Шли Наверное До Антоновки Километра Три Все же Зашли В эту Антоновку Зашли И вижу Тоже Корову Доет Женщина Солнышко Сходит Там и мокрое Я говорю Гражданечка Можно нам У вас обсушиться Она Можно Можно Заходите А там Не деревня А как Хутора Три-четыре Дворика Зашли В избу И опять Все Выжило Опять Высушилось Она Дала Молока Хлеба Наелись Маленечко Отдохнули Ну Пойдемте Теперь Пошли Ничего Уж Я не говорю Что Нас Поймали Или Че Молчу И с тех Пор Нас Больше Никто Не Имал И там В самой Подгорной Где Районная Деревня Тут Я боялась Тут Много Комендатуры Пройти Негде Мужик Уж У меня Умер Сорок Четыре Года Вот Когда Ведь Уж Забыла Какие Деревни Запад Горной До Подгорной Доходим Мы Еще Где-то Ночевали В деревне Какой-то Дошли До Подгорной Утром Мы Пошли Солнышко Только Сходить Стало И Ни У кого Ничего Не Спросило Где Задами Деревня Большая Думаю Как Пройти Куда Только Спросила Как Там Деревня Где Ночевали Как Название И Сколько Километров От Деревни К Деревне Я Сказала Пойдемте Прямо Дорогой Что Будет То И Будь А Поймают Так Поймают Я Уже Не Знаю Куда И Пошли Прямо Дорогой Прямо По Улице Шли Ни Один Человек Не Встретился Нам Никто И Подошли К Воротам Никого Нету То Ли Спали Как Раз Пошли То Рано Солнышко Сходило Наверное Скажут Ночью То Бежали А Утром Пойди Никто Не Убежит Так Они Подумали И Никого Не Было Прошли Мы Я Господа Поблагодарил И Говорю Господи Слава Тебе Что Ты Сделал Что Они Все Ушли Спать Прошли Эту Подгорную А Дальше Там Ватяки Пошли Там Уже Все Свой Хлеб Ели Там Нам Не Дают Улыбаться Свой Съели Хлеб И Тут В деревню Одну Подошли Где Нам Земняком Дорогу Найти На Ту Дорогу Дальше Где Коломня Пристань Там Еще 90 Километров Там Пристань Там И Пароходы Ходят И Можно Солиться И Вот Тут В Коломне И Ловят Шипка Как Подойдет Кто Из Кулаков Тут И Ловят И Обратно Отправляют Теперь Уже Хлеба У меня Нет Маленечко Побирались Помер Пошли Валя С Шурой По Одной Стороне Улицы Сама По Другой С 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 Нет И Шо А Старый Кончился И Вот Тут Говорят Зимняком Пойти Надо Деревня Там Сарафановка 20 Километров До Нее Я Говорю Мы Тогда Утром Пойдем А Пока Ночуем Здесь А Хлеб Сколько Нам Дали Пошли Мы Но Они Говорят Тут Есть Столбы Наставлены С Километр Столб И Опять Столб Дорога То Сейчас Не Ей Идет А Осенью Весной До Зимой Едут Грязь Как Была Так Засохла Вся И Негладкая Дорога Трудно Вам Будет Пройти Я Говорю Ну Ничего Пускай Туда Нельзя Там Ловят А Зимняком Тут До Томска Можно Дойти Ну Вот Пошли Мы Шли Шли Километров Десять Прошли Тут Речка Такая Каменная Быстрая Мост Через На той стороне Мужик Коня Выпрек С Женщиной Муж Женой Что Ли И Кормят Коня Сидят Сами На Телеге А Мы Подошли К Речке Под Мост К ним Не Пошли Спустились Хлеба Тут У нас Маленечко Было Поели Отдохнули Смотрю Они Запрыгли Коня И Поехали Поехали Мимо Нас Тогда Мы Вышли На Мост И Пошли Я Не Могу Уже Была Смертельно Больная Лежала На Постели Мария Устала Перерыв Зашли На Мост И Пошли Дорогой Немножечко Отошли Лось Закричал Да Побежал Он Что Лес Захрустел Как Он Каким То Дурным Голосом Как Корова Ну Как То Страшно Замычало У У меня Отец Был Охотник Он Рассказывал Что Лось Не Ест Человека Только Ударит Не Укусит Человека Ни За Что А я Вспомнила Ой Лось Бежим Бегом То ли Это У меня На Руках Отрова Тов Колено Дороги Кучками Прямо И Нет Там Гладкой Дороги Зимником Километр Пробежали То ли Это У меня На Руках И Не Слышно Стало Лось Второй Раз Замычал Я Пристал И Они Пристали Я Говорю Пойдем Помаленьку Так Далеко Убежали Не Слышно Уже Шли Шли И Дошли Где Уже Косят Люди Там В той Сарафановке Косят И Солнышко Уж Садится Они Собираются Домой Запрягают Коней Мы Подошли Спросила Дороги Нет ли Я Спросила Вы Из Какой Деревни Из Сарафановки Далеко Ли До Сарафановки Да Нет Километра Полтора Ну Думаю Слава Богу Недалеко Сели Они И поехали Думаю Хоть Ребежишек Посадят Нет Не Посадили Поехали Не Такие Чтобы В Колхоз Муж Один Да Две Женщины Уехали Рысью А мы Потихонечку Стали К Деревне Доходить А я Толю Все На руках Несу Не Идет У него Ножки Болят И Не Идет У него Ножки Болят И Все До Деревни Стали Подходить А тут Земляника Ягода Прямо Возле Дороги В Траве Много Девчонки Вот Они Ягоды Я Остановилась Давай Ягоду Давай Толе Иди Иди А он Не Может Встанет Да Упадет На Ногах Не Может Шагать Нисколько Я Вот Ягодка Валя Толя Вот Ягодка Идем Помаленечку Вступает Пристал Шагал Шагал За Ягодкой Да И Расшагался И Встал Стал Ходить Брать Солнышко Закататься Я Говорю Пойдемте А то Поздно Ну Дошли В первый Дом Спросили Сночевать Нас Спустили Женщина Говорит Если Картошку Завтра Помож Окучивать То Пущу Начевать Ягод Помогу Только Пустим На улице Комары В лесу Все Дома В лесу У них Лес Близко Воду Сказала Она И говорит Заходи И Налила Нам Супу Каши Хлеба Нарезала Наелись Она Положила Нас В избу Спать Послала Нам Утром Встали Она Опять Ребятишек Накормила Ну Пойдемте Окучивать Пошла А Как же Утром Ела И вечером Ела Ну И Окучивала Целый День Пообедали Она Опять И их Накормила И меня До вечера Доокучивали Поужинали И опять Легли Спать Утром Встали Она Опять И шо Нас Накормила Да Булку Большую Хлеба Дала На дорогу И пошли Мы Своего Хлеба У нас Нисколько Нет Детей Послала По Одну Сторону А сама По Другую Сторону Улицы Пошли А у них Собака Какая-то Да Шуру Поймала За ногу Да Платье Ее И Зарвала Заревела Она Там Ей Восьмой Год Был Хозяева Выскочили Отбили Ее Прошли Всю Деревню Так С пригрешнию Насобирали Кто Редьку Даст Кто Картошечку Маленько Ну Слава Бог Говорю Хоть Это Булка Есть Так Тогда Другой Деревни А там Часто Деревни Дошли До Томского Там 30 Километров До Томска Осталось Надо Переплывать Поперек Мы Доходим И как раз Пароход Пришел В Томск Доходим К пароходу А тут Сидят Кто Продают Кто Молоко Из деревень Покупают Все Заходят На пароход И мы У меня 8 рублей Я так И спасла Так Они у меня И лежат Мы Заходим За нами Идут Мы Тесно Так Идем То ли На руках Держу А девчонки Вперед Меня Идут Народу Многов В плоть Идут В дворя Дойдут Только Бы Доходить До Двери А тут С винтовкой Стоит Человек И говорит Что Гражданка Ты Куда Идешь Я Говорю Я С Томска Зачем Еду Лечиться Как В больницу Лечиться Ну Ка Стой Стой Остановил Меня В какую Ты Больницу Идешь Из Какой Деревни Да Вот Из Ивановки С Какой Улицы Ивановки Ну Ка Стой Стой А Там Зади Закричали Толкают Что Ты Делаешь И Сталкивают В речку Нас Толкают Сзади Пропустит И Ты Что Там Делаешь Заревели На Него Как Меня Туда Продвинули Я Туда И Прошла Прошла И Посадила Их Посидят У Они Ж Не Знают Что Меня Этот Толкал А Пущай Посидят Пущай Я Их Всех Рассадила Порзень А Сама Стала В очередь За Билетом А За Билетом Там Много Народа И Сзади И Спереди Стоят Когда Пароход Пошел Гляжу Он Бегает Туда Сюда Меня Не Может Найти Скажет Пойди Она Где Сидит С А Как Только Я Билет Взяла Четыре Рубля С Меня Взяли Это Еще Старыми Нигами Было Все И За Ребятишек За Всех Два Рубля А Два Рубля И Шо Мне Осталось Я Взяла Две Булки Хлеба По Девяносто Копеек Тогда Был Хлеб И Давайте Теперь Уже Все Вместе Поешь А Я Отойду От Вас Взяла Себе Кусочек Отломила И Отошла От Них И Давай Есть Булку Съели Мы Я Испугалась Ой Объедятся Маленько Осталось От Булки Тогда Как Выходить А Приплыли Быстро Нам Тридцать Километров Думаю Как Теперь Не Знаю Он Теперь Там Стоит Стали Тут Все Выходить Народу Так Много И Впереди Меня Народ Стал Он Стой Гражданка А Они Тут Опять На Него Закричали Чего Ты Останавливаешь Как Нам Тут Выходить А Ты Закричал На Нее А Я Иду Не Останавливаюсь Прошла Берег Дресва И Берег Туда Пологий Вышли Оттуда А Он Там Стоит Народ Все Кто К Томску Кто Куда Оказали Что Мы Вперед Всех Сошли На Берег И Через Том Переплывать Это Мне Все Паша Наказывал Спрашивая Зимником Дорогу А то В поезде Едут Их Ловят Тоже Говорит В поезде Есть Охрана И ловят И назад Отправляют А ты Иди Пешком Зимником В Кемерово Спрашивай Про Зимника Я И Спрашиваю Он Мне И Сказал Вот Тут Вот Там Подойдешь Там Паром Есть Переплавят Тебя Ну Пошли А там В Томском Тротуары Как стеклянные Светлые И Вот Идем Тротуарами А нам На встречу Попадают Женщины Мужчины Кто С рыбой Кто С хлебом Кто С маслом Кто С чем Идут И сразу Ой Вы Снорыму Наверное Я Говорю Снорыму Нати Вам Нати Такая Сумка У меня Была Большая Полную Сумку Наклали Пока Километра Три Шли До Тут Ели Останавливались То Рыбу Едят То Ли Соленую Всякую Рыбу То Котлеты То Какие Нибудь Булочки Масло И Все Мне Подают Наклали Целую Сумку А не Пробиралась А не А не Побиралась Сами Пока Шла Туда И Народ Все Шел Навстречу И Только Спрашивают Снорыму Вы Снорыму Нати Вот Нати И Дошли Мы До Пристань И Думаю О Теперь Не Побираться Хватит До Кемера Дойти Много Сумка Большущая Ведра На два Наверное В сумке Наклали Дошли До парома А там На двух Лошадях Приехали Переплавляться А паром На этой стороне Где нам Надо Солиться Они Заехали Первыми Потом Мы Зашли Паромщик Спрашивает Деньги Давайте А у У меня То Нет Уже Ни Копейки Я ей говорю У меня Нету Денег Ну Тогда Слазь Нет Денег Так Че Я Тебя Без Денег Повезу Давай Слазь Я говорю Гражданин Пожалуйста Переплавьте Нас Ради Бога Этот Мужик Который На телеге Едет И говорит Че Ты Спрашиваешь С нее Деньги Ты Не Видишь Откуда Идет Она Переплыла Как Он Сказал Не Видишь Ты Кто Идет Я Спрашиваю Где Тут Зимником Дорога В Кемерово А мы Вот В Кемерово Едем Это Зимником Дорога Спрашиваю Какие Тут Деревни Будут Он Мне Рассказал Вот Это Вот Это До Кемерово Давай Говорит Мальчика Подвезем Он Пристал Я говорю Пожалуйста Посадите Посадили Да И сами Рысью Поехали А мне Уж И не Догнать Я Говорю Ой А нам Говорят Да Всех Вас Не Посадить Потому Что Целый Груз Везем Я Говорю Ну Тогда Снимите Его Сняли Его Я Его На Руках Понесла Тут Еще До Кемерово 150 Километров Надо Пойти Тут Уж Нас Пускали Ночевать Попросимся Пустят То 10 Пройдем Километров То 15 А Когда И 20 Когда Как Когда Дождь Пойдет Тогда Пристали Тут Никого Не Спрашивал Тут Никто Не Спрашивал Больше Нас В Кемерово Зашли Тут Такие Бараки Земляные Зашли Мы Спросили Тут У нас Хлеб Вышел Попросили Ради Христа Подайте Нам Милостыню Они Спрашивают Вы Откуда Идете Снорыму Где Были Там Я Говорю В Бочкаровском Районе У Нас Там Мать Другая Сват Брат И Идет Барак Много Тут Было Семей И Все Сбежались Кто Нам Яички Несет Кто Каши Кто Какие Оладьи Кто Сметаны У Меня Же И Посуды То Нет Кружка Была Одна Они Нам Свои Какой Туисок Давали Забыла Че Давали Наклали Мы Никуда Больше Не Ходили В Одним Бараке Заклали Мне Целую Сумку И Мы В Вплоть До Борисова Крапивинского Района До Нее Нигде Не Побирались В Панфилове Там У Меня Двоюродная Сестра Была Но Я Не Знала Где Она Живет Спросила Фамилию Имя И Нам Указали Зашли Туда Там Ночь Ночевали Потом В Борисово Пришли А тут Борисово Это Моя Сношенница Которая Инспектором Они Тут Живут А Деверь Умер И У него Ветряная Случилась И Он В Крапивиной В районе В больнице Оказался Давай Погревать Его В В Воде Горячей Прогревать Его В Воде Горячей Он Весь Растек Распух И Умер Она Одна Жила В Борисове Переехала Из Крапивина Дочь У нее Была Она С Дочерью Живет Я Спросила Где Александра Дом Подходим Она На крыльце Моет Мы Подошли К ней Я Говорю Здравствуйте Она Обернулась И Говорит Здравствуйте Да И Опять Вниз Моет Потом Встала Да Смотрела Смотрела На Меня Евлампевна Да Это Одна Коты Я Говорю Я Она Тогда Склонилась На шею Ко мне Заплакала Что Ж Это Я Не Узнала Это Шура Это Валя Это Толенька Давайте Заходите Зашли Мы Ночевали У нее Три ночи Кое-чего Свое Дала Одеть Нас Она Рассказывает Как Григорий Помер Они Говорят Это Перелом У тебя Посадили Второй Раз В ванну Так Он Ревел Ревмя А Они Его Держали В ванне И Он На третий День Умер Пошли По дому Стали Доходить Где Мы Жили Там 20 Километров Еще Три ночи ночевали У нее Потом Пошли Туда А Золовка Моя Ближе Жила Мужикова Сестра А Моя Сестра Тоже Замуж Вышла В деревне Она Дальше Жила Там Далеко С километра Будет Туда Думаю Если К этой Зайти Золовке То Мои Скажут Че Ж Это Ко Мне Не Зашла К Первой Обидится Думаю Если Мне Эту Пройти Куда Зайти Тогда Опять Обидится Ты Меня Прошла Не Зашла А Это Золовкин Мужик Мой Брат Двоюродный Я Говорю Давай Ка Сюда Первый Зайдем К Федоси Мы У нее Жили Когда Нас Раскулачили Мы Тут У них Были Ну Вот Подходим К воротам Их Она С водой Идет Оттуда Смотрит Метров Сто Не Дошла До Нас А Мы Идем Ворота Открываем Она Кричит Дома Нету Никого Говорю Не Узнала Кричок Открыла Детей Запустила И кричок Опять Закрыла Она Кричит Я Рассказала Что Дома Нету Никого Куда Ты Лезешь И Уже Ворота Не Пошла Это Надо Вокруг Она Свекровина Вороза А У Свекра Так Низенькая Городьба У Городьбы Бросила Ведра Своей На той Стране И Бежит А Мы Зашли И дверь Открыли У Ней Зашли В Сенки К ней Я Обратно Вернулись И Ребятишка К ней Лицом Повернулись И Стоим Смотрим Она Перескочила Через Городьбу И Бежит Прямо На Крыльцо И Говорит Бессовестная Какая Нахалка Я Говорю Что Дома Нет Никого Меня Мария Это Одна Коты Тут И Мне Пришлось Плакать Отложив Микрофон Она Говорит Прости Меня Я Не Узнала Тебя Начала Ребятишек Целовать Это Валя Это Шура Это Толя Начали Заходить И Она И Говорит Ой У Меня Вареного Ничего Нет Занесла Меду До Сметаны До Молока До Хлеба Нарезала Садитесь Скорее Ох Как тут соседи-то Сразу Увидели И Полную Изба Набежала А Федосида Кричит Своего Мальчишку Он Валит На Два Года Старе Ему Лет Двенадцать Наверное Было Витька Ступай Скорее За Теткой Мариной Говори Что Тетка Мария Пришла Он Побежал Туда Она Пришла Марина А уж Целая Изба Народу А мы Сидим За столом Она Смотрит Где она Она Говорит Не видишь За столом Сидит Она Ах Это Она Такая Ну Уж Я Была Я Еще Не Сказала Что У меня Вот Такое Брюхо Большое Было Как Будто Я Была Девять Месяцев Беременна А Сама Худюша А Как Из Сарафановки Мы Пошли Это Плохо Нам Тут Хлеба Давали Дадут Маленечко Даже Мне Одно И Как Дойду А Они Вдруг У Меня Сядут И Не Дойдут Так Там Пучок Было Много Пучки Ела Пучки Пучки Ела Наемся Как Будто Дос Это Их А Маленько Погодя Опять Есть Их Хочу Брюхо У Меня Вот Такое Было Большущее Она Это Увидела Да И Говорит Да Чего Это Такое Такая Это Как Раз Накануне Праздник Был Те Баню Топят И Другие Марина Говорит Давайте Ешьте Да Пойдемте К нам Мы Баню Топим А Федосия Говорит Ну К вам У нас Тоже Баня Топится Сейчас Иван Приедет С пашни Мужик Та Ее Куда Жена Пойдет Никуда Она Не Пойдет Сейчас В баню Пойдем Марина Говорит А Надевать То Есть Чего У вас Нет Говорю На Нас Ничего Нет Рубах Никаких Надевать Она Побежала Ну Ладно Побегу Хоть Чего Найду Рубахи Подшторники У нее Были Да Простыни Калинкоровые Она Пододеяльники Все Изрезала Давнеда И Ребятишкам Нашила Скорее И Свои Платишки Притащила Нам В бане Мы Тут В бане Мы Тут Вымылись У Федосии Тогда Ночевать Иван Как раз Приехал Ночевать Пойдемте К нам А это Не пускает Иван Тоже Куда Ночевать Только Пришла И К тебе Ночевать На Завтра Ну Ладно Давай Хоть Девчонок Мне Шуру Давали Увела А мы Столи Остались Тут Ночевать Ночевали А на Завтра Уж Пошли Туда Она Там Жила Со Свекром Да Со Свекровкой Ну Вот Так Тут Прожили Сходи В сельсовет Явись Сама Скажи Что мы Пришли Можно Ли Тут Нам Жить И Про Меня Спроси Можно Ли Мне Прийти Ну Вот Три Недели Прошло Я Пошла В сельсовет От Нас Три Километра Было Другая Деревня Пришла Туда А Председатель Не тот Уже Был А Беляев Он Нам Как То Далеко Ну И Шо Свад Приводится Знает Меня Хорошо И Пашу Знает Кемеровская Область Крапивинский Район Подошла К сельсовету Сельсовет На замке Говорят Он Домой Ушел Председателя Сельсовета Прямо На дом Пошла Знаю Где Живот Прихожу Он Дома Жена Его Тут В кухне Спрашиваю А где Михаил Петрович Она Говорит Да Вон Там В комнате Ходит Иду Туда Здравствуйте Здравствуйте Это Как ты Приехала Я говорю Приехала Все Приехали Я говорю Нет Павел Где Он Там Остался А ты С детьми Детьми Дети Все Живы Все Живы А как Ты Приехала Документы Дали Нет Как Вышли И сбежали Хлеба Нам Вот Столько Давали Ничего Не Хватало Все Обносилось На Гишу Мы Пошли Ну Ладно Я Говорю Где Мне Можно Жить Да Хоть В Арсенове Хоть В Лаченове Это Мой Отец Там Жил Раз Пришла Так Че Теперь Живи С Детями А я Говорю А мужику Можно Будет Приехать Он Кем Работает Он Конный Ветеринар Ну Пусть Там Работает А он Уже Болеет Легкие Болят Придет Ли Не Придет Ли Ну Так Поразговаривали Я И Пошла Я Пошла Да Я Еще Спросила Мне Паспорт Можно Получить Он Говорит Нет В Колхозе Можно Так Жить Без Паспорта Че Тебе Там Паспорт В Арсенове Колхоз И Там Колхоз Так Будешь Жить Да И Все Пришла К сестре Марине И Говорю Не Знаю Что Паше Писать Он Велел Спросишь Там В Сельсовете Напиши Что Там Скажут Ему Так И Написало Вот Так И Так Сказали Но Ведь Мне Ничего Так И Ты Иди Домой А Он Уж Там Пришел С Работы И Воды Не Было В В Изб А От Недалеко Родник Бежал Ключик Он Говорит Я Взял Ковшик И Пошел Целый Ковшик Выпил Воды Хотел Сильно Пристал И Пока До Избы Тошел Его Разожгло Всего Лег Поспать Отдохнуть И Не Мог Не Подняться Ничего За ним Прибежал Парень Конь Вставай Скорее Конь Ногу Изломал Он Говорит Беги Запрягай Коня Везите Меня В Дом Дер А Я Говорит Температуру Смерил 40 Температура Как Маленький Все Равно Ну Везли Его В Дом Дер Он Там Лежит В Больнице А я Ты Не Знала Написал Ему Письмо Иди Пяша Беляева Спросила Он Сказал Пусть Работает Я Стала Говорить Пусть Придет Он Ничего Не Говорит Может Ничего Не Будет Иди А Он Уж Там Пролежал Уже Август Прошел Пошел В сентябре В октябре Уж Он Оттуда Пришел Ему Уже Стало Легче Маленько Как Получать Стал Письма От Меня Дай И Давай Ему Надо Бы Долечиться А он Не Стал Долечиваться Пойду Говорит Пришел Свой Поселок А там Парень Тоже Один Собирался Пойти Лет 18 Он Говорит Ладно Пойдем С тобой Пошли И тоже Как Какой Человек Погнали Коров В Томск В забой Наверное Пять Человек Пастухов А коров Там Много Телята Коровы Встали Они Заворачивали В другую Сторону Мы Вышли Взяли По Прутику Подгоняем То Эту Корову То Другую Пастухи Нас Не Отталкивают И Мы Говорит 16 Дней Шли Пешком Спали В поле И Дождь Шел Его Уже И Промочило С ними До Томска Шли И Переплывали Так Уже С котом Все А из Томского Тут Уж Ничего Не Спрашивали Шли Зимником Пришел Уже Глаза Запухли Говорит Вот Так Болел Спали В поле Не знаю Что-то Колит Меня Недели Две Прожил Он Тут Я Говорю Ступай В сельсовет Он Говорит Я В сельсовет Не Пойду Пойду Прямо В район Если Придут У меня Могут Арестовать Да Отправить В район Арестован Приду И скажу Им Прямо Что Я Заболел И Все Молодой Был Да Че Надо Было В колхоз Говорю Видишь Как Как И Сделал Как Нибудь Поговори С ними Пришел Туда В район Они Спросили Откуда Снорыму Давай В каталажку Посадили В каталажку Сутки Просидел Ему Пакет Написали И послали С ним Одного Милиционера А милиционерца Знакомый Ему Хорошо Товарищ Знакомый Но Далеко Жил От нас Километров 20 Наверное До Крапивина Было Километров 30 Он Их Деревни Как раз Прошел Между Бурной Деревни Пакеты Написали В ту Комендатуру Там У нас Тоже Были Уфимские Сосланы Тоже Там Была Тайга В Крапивинском Районе От нас Было 40 Километров А не От Крапивина А просто От нашей Деревни 40 Километров Уфимские Там Были Сосланы А комендатура У них Была Сюда Ближе Вот В эту Воровушку Пакеты Написали Что Дайте Под него Под воду Семью Перевезите Его Под вторую Ссылку К Уфимским И пошли Они Но Этот Дошел До Между Бурной Деревни Валиционер И говорит Конев Ты уйдешь Один Унесешь Этот пакет Я Найду Тебя Ты его Никуда Не деваешь Ну а Куда Я его Деваю Не знал Паша Что написано Там Он Бы Ежели Прочитал Его То Не пошел Бы Уехали Все Как Все Уезжали А он Шел Добросовестно К ним Пришел Да и Говорит Вот Мне И шо В Боровушку Надо Пакет Занести Я Говорю А че там написано Да кто знает Там Сутки Отсидел Выпустили Отнеси Этот пакет Говорят На Боровушку Они Взяли Пакет Прочитали И говорят Кто Такой Конев Я Они Возчику Сказали Давай Запрягай Коня А это Было В ноябре В первых Числах Уже Снег Смотрю Он На подводе Приезжает Второй Раз Поедем В ссылку Говорю Куда Да Это че же Вот пакет Ты на себя Принес Надо было Мне его Прочитать А я Не прочитал Не знал Сказали Давай лошадь Да и куда Теперь деваться Ну вот Повезли Нас опять Туда А хоть бы Родственники То пришли А то У нас тут Ничего не было Хоть пимы Ему Кто дал Полушубок У него был Он в полушубке А нам то Пальтишки Дали А обудки Раньше были С голяшками В этих обудках Носки Портянки Как только Сядет На сани Так ноги Мерзнут Я с ребятишками Сижу на санях И возщик Сидит А он Как только Сядет Так ноги Замерзнут Он пешком В ощику Говорит Уж Пожалуйста Шагом Поезжай Чтобы Мне не Отстать От вас Он Шагом Едет Сорок Километров Долго Ехали Шагом Он Шел Пешком Это Было В пятницу Приехали В Осиновку И нас Поставили Туда Где Вольные Жили Какой-то Сапожник К ним Поставили А там Уж Много В домах Живут В избушках Переселенцы Тоже В лесу Настроили Одна Только Была Комната У него Муж С женой Жили Да Ребенок Был У них Он Говорит Я Залезу На печку У них Русская Печка Была Я Что-то Замерз Ноги Погреть Надо Залез На печку И ночевал Ой Хорошо Я ночевал На печке А мы На полу Все В субботу Собрание У них Было Он Говорит Какое-то Собрание Я пойду Пошел на собрание А там его Спросили Какая твоя Квалификация Он и говорит Конный Ветеринар У вас Нет ветеринара Конного 80 рублей Тебе Жалование Будет А мы Там-то На Риме Нисколько Ни копейки Не получали А тут На лесозаготовках Работают Получают Все Разная Ссылка Вот Хорошо Пришел Домой Слава Богу 80 рублей Жалование Хлеб-то Был 90 копеек Килограмм Нам Это Хватит Но Ты Устройся Говорит Хоть Маленько Сейчас Чтобы Тебе Немножко Аклиматься Только Устроишься Хорошо Или Совсем Рассчитаться Только Устроишься Хорошо Или Совсем Рассчитаться Я буду Хорошо Зарабатывать Хоть На спички Да На соль Но Легли Спать Он Опять На печку Залез Я Опять На печку Полезу Что-то Мерзну Так Колит Меня Всего Воскресенье Говорит На печку Залезу Я Опять В понедельник Не оформляться Ничего Выходи На работу Он В понедельник Встал Утром Мы Распухли Ноги Уже Руки Лицо Распухло То На печке Ночевал Как Я Пойду На работу Приехал Врач Из Будумака Где Боровушка Деревня Там Больница Была Оттуда Приехал Врач Сказали В контору Врач Приехал Я Туда Побежала За ним Чтобы Он Его Осмотрел Пришел Осмотрел Его И сразу В больницу Обязательно Сейчас Увезли И там Он 50 Дней Лежал И Умер А мне Тогда Сказали Иди В школу Работай В школе Там Квартира Маленькая Комната Возле Школы Там Будешь С ребятишками И 30 Рублей Тебе Жалование Будет Будешь Там Работать Печки Топить Дровами Две Печки Голландки Большие Школа Большая Чтобы Натоплено Было Там Чтобы Тепло Было И Чтобы Вода Была Нагрета Кипячена Я Подумал А че Я Натаскаю Воды Натаскаю Накипячу Солнышко Сходит А у меня Уже Все Готово Девчонки У меня Тут Останутся А Валя Тоже Уж Училась Да И Шура Уже Училась В первом Классе Пошли Они У меня Обе В первой Потому что На Риме Не учились Обе Я Сама Пойду На лесозаготовку Приду Оттуда Солнышко На закат Пойду За хлебом Схожу Тюрки навезли Наколю Дрова Натаскаю В печи Тогда Девчонок Обоих Научила Мыть Давайте Полы Мойте Я Пристану На лесозаготовке Парты Вымою Окошки Вымою Они Пол у меня Моют Пока Моем Да что Часов Одиннадцать Или двенадцать Электричества Не было Две лампы Было Десятилинейных Зажгу Их Там И моем Вымоем Дрова У меня Натаскали Ложусь Тогда Четыре Часа Встаю Затопляю Печки Опять Накипячу Воды А в Ленинске Тоже Были Сосланы Приехала Оттуда Комендатура Оказывается Уфимские От Ленинской Комендатуры Были Они Оттуда Приехали Посещать Что ли А один Милиционер Или Комендант Видать Какой-то Приветливый Зашел К нам В школу Да спрашивает Все Откуда И как Я Все Рассказала И рассказала Что мы С Нарым Узбежали И вот Так Было А тут Вот Хоть На лесозаготовке Работаю И тут От школы Мне 30 рублей Дают Там Мы Обносились Ему Так Все Рассказывают Заплакал А он И говорит А зачем Тебе В лесу В снегу Плохо Шибко Они Ведь В охват Не обхват Эти Лисины А пока Снег Выкидаешь Лопатой Потом Зачнешь Пилить От корня Чтобы На четверть Выше Была Лисина То низкая Ведь А трудно Пилить А потом Как упадет Снег А снег То Отгребаешь Сучья Обрубаешь Да Распиливаешь Метра По три Сутунки А которые По четыре Да Стегами На дорогу Туда Выталкиваешь Две Женщины С того Края С другого А мужики То Только Возят Складывают На брички На конях Возят На берег Он говорит Тебе лучше В шахте Работать Там Лучше У вас Все-таки Снег Не копать А как Мне сделать Туда Перевестись Он говорит Давай Я напишу Тебе Только Ты Мой Листочек Не подай А то Мою Руку Знают Тогда Мне Будет Знаешь Чего Я говорю Вы Пожалуйста Напишите А я Кого Нибудь Заставлю Учителя Или Кого Хорошие Тут Учителя Я За ними Схожу Они Сделают Мне А учителя Молоденькие Обои Только Со школы Выучились Он Написал Я Учителя Он Переписал Я Коменданту Другому Подаю Увезите В Ленинск В комендатуру Увезли Оттуда Прислали Письмо Что Можешь Выезжать В Ленинск Хоть Брату На Иждивение Раз Мужа Нету Можешь В своей Деревне Жить Тогда Думаю Слава Богу А уже Лет Шесть Прошло Как На Ссылке Поехали Как раз Отец Ко мне Переехал Мы Жили В Осиновке Два года А тут Отец Уже Полгода Жил И отец Как раз Вместе Поехали Нам Дали Коня Казенного В комендатуру Не пошли Я работала На шахте Уехала Где брат Мой Живет Он Говорит Тут Сыро Хлеб Не Родится И На Трудодень По Килограмму Достается Как Прокормишься С ними Лучше В Арсеново Ступай Там Все Таки По Два Килограмма Шла А мне Не охота В комендатуру В шахту Думаю Лучше В колхозе Буду Работать А в Арсеново Пришла К той же Федосе Зашла Где мы Были Раскулачены У нее Жили Зашла А муж То И говорит Надо В колхоз Ступать Иди В сельсовет А то У нас Сейчас Колхозники Хлеб Веют Как раз Было В марте Хлеб Сортируют На семена Моя Федосе Ходит А ты С ней Будешь Ходить И к тебе Будут Хлеба Давать Я говорю Хорошо Я пошла Записалась В колхоз И пошли С ней На завтра Хлеб Взять Веять Сортировать Две Недели Я ходила Сортировала Веяла Хлеб Приехала Чистка Какая-то А тут Кто-то Доказал Пашке Конева Жена Пришла С Нарыма Ее Приняли В колхоз Они Закричали Кулач Пашка Приехала Приняли Вычистить Надо Ее А мужики Которые Закричали Какой Пашка Кулак Че у него Кулацкого Было бы Скотины Много Или денег Получал Какой Он Кулак А они Закричали Кто За него Нельзя Же Было Говорить Они Замолчали Кто За Того Чтобы Выкинуть Поднимайте Руки Подняли Руки А Которые Не Поднимали Ни За Что Ни За Другое Все Равно Вычистить Надо Иван Пришел С Собрания Мария Тебя Вычистили Как Вычистили Да Из Колхоза Выкинули Теперь Как Хочешь Но Пойду В Ленинск Теперь В Ленинск Пришла Первая Устроилась В Пекарню Там Немало Денег Кровь Из Носа Почему То Стала Каждый День Польет Польет Не Могу Даже Думаю Я Пойду я В шахту Работать Женщины Работают В шахте И я Устроилась В шахту Вагоны Откатывать А потом Вагонетки Готовят Там В шахте У них Что-то Мотористка Заболела Или Что Говорит Мне Будешь Мотористка Я говорю Ой Я Ни на Одного Дня Я Ни Одного Дня Не Училась Говорю Как Я Там Меня Там Убьет Я Буду С Тобой Механику Сказали Давай Ее Поставим Будем Учить Мотористку Поставили Сам Включает Механик Сказал Ты Дня Три С ней Поработай А молоденький Мальчишка Лет 17 Он Мне Помогает Тетя Давай Вот Так И Вот Так Я Как Болты У моторов Все Рассказывают Я Понял Все Это И Стало Так Делать Недели Три Или Четыре Прошло Всех Учить Повторять Как Хорошо Ли Знают С Моторами Обходятся А я Ничего Не знаю Пришли Туда Учиться Там Что Они Пишут Грамотные А я Знаю Только Одни Буквы Даже Склады Не Знаю А Они Пишут Мне А я С Напишет Я Приду Домой Как Нибудь Вале А она Уже Во втором Классе Училась Валя Почитай Она Читает А я Повторяю За ней И Как Стала Сдавать И На четверку Сдала Они Ух Как Хорошо Другие Грамотные А на двойку Да на тройку Господь Прямо Мне Помог Ну И Стала Мотористкой Работать Потом Мне Потом Мало Мне Показалось На одном Приводе На двух Больше Заработаю Думаю Спуститься В шахту Уж Отработать Так Заработать А че Так Ходить А мотористки Привода Да Пока Там Забойщики Да еще Не качать Уголь Пока Че Там Делают Они Играют Да Анекдоты Эти Рассказывают А я Говорю А я Че Буду Сидеть Давайте Мне Два Привода Они Говорят Один Привод Забой А другой На Штреке Ну Ладно Говорю Давай Все же За два Привода Тогда За привод Было Только 6 Рублей 20 Копеек А За два Привода Все таки 12 Рублей Я Согласилась Так Сначала С полгода Все хорошо Было А потом Повелось Что-то С кровли Как Дождь Капает Поток Шибко Капает Капает Забойщики То в резиновом А то в брезентов У меня Фуфайка Да комбинезон Зайду Забой И вся Сразу Вымокну На Штрек Выйду Замерзну Тут Со Штеку Сыплется Уголь Там Полтонны Там Полтонны Там Тонна Скорее Кидаю 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 Лопаткой Проверю Все хорошо В забой Забегу Там опять Кидаю Все Как Пробегу Ничего Нету Как Делать Нечего Я Замерзну Мокрый Кричу Забойщики Дайте Скорее Лопату Я покидаю Я замерзну Один Кричит Мне Покидай Другой Мне Я говорю Да мне Хоть одну Покидаю Устану Брошу На Побегу Проверять Привода Ну вот Так Было С год Вся Вымокну Прямо Нитки Сухой Не Останется А делаешь То Склонившись Спина Там Мокрая Приду Все В сушилку Сдам Высушу На завтра Надену Все Сухо Как Кол Надену И в шахту Забой И опять То же Самое У меня Чири Пошли На ногах Вот Здесь На животе И на спине Штук По Тридцать Вот Говорю Вам Как Перед Богом Не Вру И На Шее На Руках Видишь Вот Следы Рубцы Все Рубцы Да Такие Чири Как Кулаки Я И в больнице И везде И Нигде Мне Ничего Лук Накладешь Один Сходит Другой Рядом Вылазит Тут Я Сначала Не Признавалась Потому Что Мне Надо Заработать Денег Мало За Булетень Будет Проводку Та Эту Сделаю А у Меня Ремень Передвигается То Вниз То Кверху Уголь Кидать Та Начну Он Передвигается Чири Задевает А я Ой Ой А они Кричат Ты Че Там Опять Че Сделалось Да Ничего Не Сказываю Что У меня Чири Стыдно Было Сказать Что Чири Да Че Стыдно Ну Мучилась Мучилась Ни Билетня Ничего Говорят Ешь Жиры И Перестану Чири А потом Одна Женщина Сказала Вару Возьми На маленькие Тяпочки На плиту Да Живочек Серый Вару И вот Так Приляпай На эти Чири И Стало Так Делать Сперва Штук Пять Думаю Прилипает Не Прилипнется Вар Только Чистый Вар Надо Без Гудрона Прилепила У меня К вечеру Вытянуло Все И Не Прильнула Ничего Ах Вот Хорошо Как Давай На все Тело Накладывать И в Пять Дней Заживила И Больше Не Полезли Чири Вот Так Хорошо Зажили Потом Поработала И В колхоз Приехала Ну Как Вот Маму Свою Спрашиваю Сидящую Тут Будут Говорить Что Не Было Этого Мама Как Не Было Я Сама Знаю Что Ссылали У нас Дорогой Рожали Мой Муж Увозил На Лошади Его Назначали Кулаков Когда Увозили Везде Одинаково Было Шли Тридцать Дней И Прошли Семьсот Километров Но Я Расскажу Как Мы С Валей Было Утонули Ей Был Десятый Год Поехали Мужика У меня Уже Не Было Он Умер А Поехали Это Во Второй Сыпке За Тайдоном Там Земля Хорошая И Переселенцы Садят Картошку А река Такая Быстрая Холодная Глубокая С Картошкой Туда Переплыли И Посадили А Они Уже Все Посадили И Я Уже Досаживаю Они Уже Мешки Все Трясут И Я Давай Валя А То Они Уплывут И Мы Скорее Бросили Мешки Как Попало Мы Только На Берег Прибежали А Они Уже Садятся В Лодку Мы Соскочили С берега Туда Под Ярта Я Говорю Вы Че А Нас Подождите Они Говорят Лодка И Так Перегружена Ну Чужие Хоть И Как Кулаки Как И Мы А Нам Чужие Три Или Четыре Было Мужика И Столько Женщин Лодка Большая Была Простая Туда Картошку Везли А Отсюда Сами И Вот Они Отплыли Че Же Вы Делаете Вы Нас Посадите А Солнышко Уже Поздно Чуть Не На Закате Посадите Нас Они Поплыли И Все Я Давай Кричать Да Че Вы Посадите Нас И Валя Кричит Дяденька Че Вы Нас То Оставили А Там Же В лесу Звери Ходят Далеко Они Поплыли И Не Разговаривают Смеются Едут Я Говорю Но Если Уплыли То За Нами То Приплавите Лодки Тут Больше Нет А Они Переплыли На Ту Сторон И Вылезли И Лодку Там Оставили И Ушли Я Кричу Валя Кричит Переплавьте Нас Вы Че Они Ничего Не Говорят Мы С Валей По Берегу Стали Ходить Я Плачу Тут У Нас Нет Ни Спичек Ничего Нет Если Бы Огонь Расклазь Потому Что Тут Волки Ходят Думаю Куда Деваться Че Делать По Берегу Ходили Ходили Лодку Увидали Сверху Долбянку Ну У нас Там Томь Была Раньше Я На томе Жила Плавать Умела С отцом Рывачила Поплывем В два весла Ей Дала весло Ей Десятый Год Был Сама Взяла Весло Села На Корме А ее В нос Или Посередке И поплыли И до Половины Еще Не доплыли А волны Бьют Лодку Быстрая Река Да холодная Как ударили У нее И выпало Везло Из рук Она Ой Мама Весло Выпало Я говорю Ну ладно Сиди Как-нибудь Не болтайся Я может Одна Подгребусь Когда На середку Выплыли Волна Как ударит Меня По руке Лодку Руку Дало И весло Выпало Из рук Я не могла Поймать Оно Сразу Уплыло Ни шеста Ни весла Что делать Как раз Посередке Лодка У нас Поворачивает Поворачивает И повдоль Повернула Поплыли Вниз Я кричу Спасите Спасите Мы утопаем Наверное Что будем делать Весла У нас Выдернули Из рук Деревня Не слышно Кричала Кричала Спасите Спасите Перекат Там камни Того и гляди Мы выскочим Из лодки Перевернется Лодка Плыли В лодке Деревню Мы уже проплыли Я кричу Ой Спасите Проплыли Деревню Да что же это Куда-то Река Ведет В какую Реку Попадем На то Реке Очень много Людей Утонуло Теперь Вот такой Большой Перекат На 10 метров Смотрю Он от нас Метров 15 Гляжу Его Видать Все Варя Мы наверное Погибнем Гляди Какой Перекат Больше Все Сейчас Лодка Перевернется И то ли Я сказала Господи Прости Меня Или Господи Спаси И вдруг Тихо Стало Лодка Вот так Плыла А тут Друг Поворачивается Поворачивается И повернулась Поперек И поплыла К берегу Как будто Кто ее Пихает К берегу И пошла К берегу К берегу И вода Тихо Волна Не бьет Об лодку Подплыла К берегу И тут Какой-то Тальничок И лодка Прямо В берег Воткнулась Я говорю Валя Скорей Соскакивай Бери За тальник Валя Соскочила Да схватилась За тальник Держись Крепче Держись Подошла К ней Да за прутик Она Начала Лезть Крутой Был берег С метр Был берег Но она Как-то Вылезла Я говорю Валя Подай мне Сучок Потолще Она Подала Я за него Взялась И вылезла Господь Уж Видно Помог Вылезла Только А лодка То уплыла Я ее Куда Вытащу Лодка Туда Поплала И повдоль Реки Стала Нас Господь Спас Я только Сказала Господи Спаси И он Нас Спас Ты посмотри Колодку Повратила И к берегу Это Это Не Господь Это Ж Господь Сама Заплакала Говорю Вот Если бы Мы Утонули А там Шура Столит Че Стали Делать Они У нас Маленькие Не знаю Куда Они И мы Как Рассказывают Как Получила Евангелие Стала Ходить В собрания К Баптистам Потом Мы Встретились Она Вернулась К вере Своих Родителей В православие Где Почила Посещая Храм Прочищая Святых Животворящих Тайн Научилась Хорошо Читать Знала Хорошо Священное Писание Около Половины Псалмов Наизусть Из Псалтири Удивительной Доброты Была Сестра Мария Дочь Валю Потом Пригласили Вступить В партию Но Она Отказалась А Внучка Наташа Вступила В комсомол Закончила Мединститут Прекрасный Пульмонолог Получился 23 23 09 Так Сколько От погубленных Коммунистами Людоедами Так И не Родилось Таких Же Умных Нежных Годных На Доброе Дело Псалом 108 9 12 Дети Его Да Будут Сиротами И Жена Его Вдовую Да Скитаются Дети Его И Нищенствуют И Просят Хлеба Из Развалин Своих Да Захватит Взаимодавит Все Что Есть У Него И Чужие Да Расхитят Труд Его Да Не Будет Сострадающего Ему Да Не Будет Милующего Сирот Сирот Его Псалом 102 9 Не До Конца Гневается И Не Вовек Негодует Псалом 90 15 Воззовет Ко Мне И Услышу Его С Ним Я В Скорбе Избавлю Его И Прославлю Его Не Надо Так Сильно Стонать При Болезни Профессии Этой Не Стоит Гордиться К Себе Сожаление Искать Не Полезно Кто Мало Сочувствует Будет Сердиться Будешь Как Мало Сочувствует Будешь Сердиться Скажешь Все Тело Наполнено Болью Рак Клеш Не Раскинул Свежатину Чуя Здесь Спайки Проход Свозла Синочку Только Удары Инсультом Несчадно Бичуют Сдержи Свои Стоны Насколько Возможно Других Не Вгоняй Преждевременно В Гроб Не Зрят Посторонние Пламень Под Кожей Хотя Пол Квартиры Анализов Гроб Быть Может Грешил Ты И Тайно И Явно Но Неприлично Как Будто Невинный Пусть Бортик Купальни Другим Будет Скатом Молюсь Лишь О том Чтобы Бог Не Отринул Душе Жмите Очистить Став Став Бог Но Ради Избранного Членов Тела Крест Более Тяжкий Другим Достается Да Были Бы Ноги Уста Мои Целы Без Них Будет Трудно На Хлебником Вовсе Не Стоит И Пользы От Сто На Нисколько Жалельщиков Сомные Подсунет Лукавый Сожми Свои Зубы И Губы От Боли Да Будет Мой Бог Вострадание Прославлен Примеры Оставим Сражаясь На Ложе На Будущем Взгляд Заострим Максимально Душой Понимаю Стонать Нам Негоже Нам Стон Не Помеха На Поприще Дальнем Девятнадцатая Февраля Две Тысяча Второй Год Игнатий Лапкин